Беременным и детям, не достигшим 18 лет Просьба отойти от экрана Лучше бы я ушла, правда Она продала фотографии в АПШ Всё мокрое Такой потрескавшийся И разъёбывает Токсичность просто зашкаливает Готов к переезду Мы ведём прямой репортаж Распакуем посылку Вот как они выглядят Меня зовут Арина Прошу вас подписаться на мой канал О, так же, на остальные соцсети Потому что если вам нравятся мои влоги То и там вам тоже понравится Всем доброе утро Сегодня понедельник Я спала 2 часа Потому что у меня ещё нужно было снять рекламу этого платья Я выложила влог Это ужасно У меня глаза сейчас Просто там, пиздаем Я не знаю, как я успела вообще снимать это видео Потому что я опаздываю уже Напомню, что я спала 2 часа теседы Как я находилась у Ксюши Мне пришлось пользоваться её косметикой Я у неё нихуя не нашла Только брови нормально нарисовала А всё остальное румяна Ужасно пиотнистые Совершенно ужасно Тайный крем рыжий какой-то Пиздец Я сам контраблю, что не могу завязать шнурки И ещё вот оботрала свою ранку Прям вверх И ошпариваю вот этот прям палец Из-за того, что надевала всё туда-сюда Пошёл дождь Охуеть, спасибо Всё мокрое Хорошо хоть и надела вот эту куртку А тут капает сюда На моей книжке Я сейчас прослюсь Я переехала на Шабловскую Тут, конечно же, дождь Я могла чего-то ещё другого ожидать Ева меня просила привезти Что-нибудь Ну и чего Будь рада Хочешь внутрь Не благодарна Ещё только гарантаж Такой гарантаж 0,3 Хороший Типичный Нам рассудим Пришли мы в кафетерий Нормальная ситуация Ждём Хотим что-нибудь купить поесть Потому что хочется Что-то будет Не знаю Мы всё-таки решили Что мы пойдём в Спар Потому что Я вообще Я, блядь, там купила Свою пиццу Обосранную Но Ева Но Ева говорит, что нет Она сухая И невкусная Пришли мы Я не знаю Я хочу пить О, вот красотка Взяли две пиццы Они знаковые Сейчас я положу всё Ну и такие Не прям свежие Свежие, нормальные Ладно Рэдбул Угадайте, сколько стоит Ответ 170 рублей Стоит ли он столько? Да, стоит Да, но дальше Сливки Там не было макграун Там сказали, есть сливки Нормальные, кстати, сливки? Есть сливки? Да Я не пью сливки Ну никто не пьёт сливки Просто в чистую Там написано питьевые Я думала, это какой-то йогурт Ты взяла Ну, конечно, питьевые Добавляй А, ну хуё бы чё Ну, я их, sorry, хотела съесть Ну, ладно И это всё вышло Кстати, недорого Что с чем-то? Вот это всё Она уже В общем, только что Вон там, вон Лежал мой телефон Заряжался Вот в этой сиреневой Си... Блядь, как её Серой коробочке На него упала она И они такие говорят Ой, походу он пострадал Я говорю, нет, не волнуйтесь Это моё стекло треснутое А он весь такой потрескавшийся Они такие А, хух Ну, по факту я, конечно, была бы виновата Ну, ладно Ещё информация полезная Скажи про вот эту воду У нас самая лучшая Признали лучше, чем Эвиан Лучше неё только водовоз Вот это, по-моему, она текла На бутылках С 700 рублей за бутылку Только эта лучшая Да, все остальные хуже Представляете? То есть она самая меткая Самая чистая или что? Да, самая Ну, вообще, у неё паш-уровень Все у неё показатели Они все лучше Чем у других, там, сутого источника Ева сделает проект Про эту фирму Всё, Ева вон, наконец-то Идём уже домой Смышь, блин Семь вечера Как-никак Там просто теория игры Одно и то же Одно и то же Бл***, я просто сижу Бл***, лучше бы я ушла, правда Она ещё не отметила Нормально? Что ещё произошло? Почему я иду одна? Потому что беседу написали Кто оставил зарядку Она сейчас в доконате И мы поняли, что это Евина зарядка Она побежала А мне нужно срочно Вещи на почту Отнести всех тех людей Которые мне купили её Почему я в очках вообще? О, кстати, фу Как я ничего не вижу Так вижу Я не знаю Как я успею Дойти до почты Да, я уже трачу время Пока тут стою Ну, ладно Сейчас захожу до дома Это уже где-то Много дизайн До семи До семи всё это постараюсь сделать И почта вроде работает до восьми Я не знаю, успели ли я Потому что сложить вещей Нужно достаточно много Ещё всё это подписать И оформить Вот Я сложила два пакета Тут сколько вещей Знаете что? Я сейчас отправлю Кирилла туда Всех здравствуйте Решено Я буду заниматься делами И попросила Кирилла их отнести Я всё оплатила онлайн Следовательно Ну, посылки без очереди проходят На стойку типа оставьте И они-то потом всё сами оформлят Там мне Кирилл видео отправил Там очередь вот такущая Я говорю Нет, Кирилл Ты прямо сейчас туда идёшь И кладёшь просто посылку Там ничего, блять, тебе не надо делать И вот там люди такие выгнали. Там один чал сказал, я тут уже с сыном чал стою, мне тоже только положить. Он говорит, а где ваш пакет? Типа, чтобы вы просто положите. Я говорю, он вышел, я говорю, Кирилл, блядь, нужно было ему сказать, что кладите. Хули вы тут стоите? Правильно? Правильно. Все, я уже начала звонить почтой России, разъебывать. Ну, как разъебывать? Простите, пожалуйста, у меня тут вот такая ситуация. Ну, вот так вот. Но за это время, пока я с ним разговаривала, Кирилл уже все-таки прорвался и просто такой, у меня тут, типа, все оформлено. Она такая, а, да, все, хорошо. И вся очередь просто охуела. Ну, логично. А кто виноват в том, что они не делают это онлайн? Если вы не делаете это онлайн, то стойте в очереди, ну, 3 часа. Я тоже стояла в очереди, потому что я не оформляла онлайн. Кто же знал, что посылки оформлять онлайн удобнее в 100 миллионов раз? Короче, я же хочу снимать на заднюю камеру сейчас, например, чтобы качество было лучше. Но я же себя не вижу. И тут на компьютере можно вот так вот сделать. Всем доброе утро. Сегодня вторник. Ну, не очень-то оно и доброе, потому что, блядь, у меня прямые волосы. Тут идет дождик. Я не накрасилась, потому что я заебалась. Ну, что, я поспала 5 часов. Вчера полтора. Ну, то есть все, за 2 дня поспала 6,5 часов. Спасибо за дождик. Я вроде бы оделась тепло, как думала я, но мне все равно что-то очень холодно. Меня вон кто-то сглазил. У меня нету больше моего берега. Мы с Евой, оказывается, ехали в одном вагоне. Нормальные? Уж могли бы тогда лучше встретиться. Идем Каплан. Что она сделала? Она выложила фотографии. Она продала фотографии ВПШС участницей. Ну, не знаю, что продала. Вот так вот, да. И теперь Ева знает, что там кто-то... Кто... Криолета уйдет на 11 неделе. Хотя идет сейчас только пятая неделя для тех, кто смотрит. Вы, которые об этом не знали. Взяли вот такую пиццу. Ну, очень аппетитная, конечно. Сочненько Пепси с желтой крышкой, потом воду обычную. Сказала, можно ММД? С тем временем ММД. Вот тебе импортозамещение. И жвачку вот такую мятную. Сейчас на паре. Короче, Ева пишет все, что на доске. Какие-то формулы. А я пишу все в лекции. Покажи на свое в общем. У нас есть такой общий буквы в документ. То есть, если она что-то напишет, то у меня тоже это напишется. Очень удобно. Все, мы закончили. Блин, достаточно сложный предмет. Вы знаете, что? Она в отпуск уходит. Ей желаю хорошо отдохнуть. А у нас просто не будет этой пары. Она первая, поэтому... Ер, ер, ер. Ер на другую пару. А Валерус может быть за поварбанками? Сейчас куда мы идем, вы думаете? Мы идем за поварбанками, потому что Ева не взяла зарядку, я не взяла зарядку. А винить кого надо? А кого? Себя вини. Ну себя и вини. Ну я никого и не виню. А я тоже никого и не виню. Токсичность просто зашкаливает сегодня. Мы пришли в эту французскую булочную, все, вводишь сюда новую карточку. А я вот уже взяла. Уже потемнело, мы идем на пары, на последние две пары, не нужные нахуй никому. Как же хорошо, что Евочка взяла с собой зонтик. Ну просто и дома. Посмотрите на вот это черное небо, потому что у нас уже сто лет по всей семье. А завтра тоже на семере? Нет. Выстрелась? Все. У нас уже тут Новый год. Мы вышли, да, тут новогодние какие-то уже открашения. Вайбы. Мне сейчас еще этот бери-заряд нужно сдать. А Ева торопится, конечно, конкретно так. Ускроимся в вагончике. Пока мама ушла в магазин. Пойду прогуляюсь. Ладно, на самом деле я зашла в петероску. Не знаю, что купить, но сейчас это хочется. Обсудим то, насколько давно я не брала конфеты на развес. Левушка, кто помнит? Напишите в комментариях, если ели. О, а вот эти конфеты всегда оставались напоследок, потому что их никто не ел. Вот эти, ну такие, знаете, средние. Я, кстати, так полюбила чернослив в шоколаде, а вот этот крокон, он стал каким-то не очень. Тут уже кто-то конфетку съел. А еще вот, смотрите, мои влоги, они ни о чем. Они просто о моей жизни, и о моей жизни такая нудная, что вот посмотрев 2-3 влога, я как будто делаю одно и то же. Нет, у вас нет такого ощущения? У меня есть. А судим, что ты есть такой огромный кошелек, что у меня столько денег нет, чтобы в него вместить? А еще обсудим, что я не собираюсь вообще ничего сегодня готовить? Пришла домой, знаете, что? Я забыла про доставку, мне сегодня звонили, Кирилл все это принял, и как только я пришла домой, я об этом вспомнила. Это обувь из магазина ВУШ. За эти магазины я слежу давно, мне очень понравился их ассортимент, их популярные достаточно модели, а самое главное, цена, кстати, приемлемая. Почему я его распаковываю? Потому что этот магазин из Санкт-Петербурга, но доставили мне эту обувь в Москву за день. Вау, первая модель, это такие ботинки, вау, просто посмотрите на их цвет, мне так нравится этот вырез, это просто то, что я хотела. Такие они красивые. Челси? Это же Челси, да? Вы постоянно просите, ну я это и делаю, примерять что-то на себе. Сейчас мы примерим эту обувь, посмотрим, как она на мне выглядит, я думаю, что очень круто. О, ва, ой, просто идеально, как же в них удобно ходить. Вау, это просто вау. Просто я, которая всегда хожу в твердых кроссовках, ощущаю это приятное и мягкое чувство. Кстати, размер мне, он подошел идеально. Они еще такие качественные, прям очень крутые. Если честно, то такой модели я не видела нигде. Ладно, следующее. Я прям в каком-то... У меня мандра вне ложились. Такие коробочки все милые. Розовенькая тоже. Приятные коробки, кстати, очень. И пахнет такой свежей новой обувью. Вау, они просто такие же, как на картинке. Смотрите на этот цвет, а на это как будто это такие туфли, но это Челси. Здесь же есть такая вот штучка, чтобы они не помялись. Но они реально, кстати, идеально ровные, такие красивые. Блин, ну они очень качественные. Сейчас тоже примерю эти ботиночки на себе. Смотрите, сейчас примерила. Такие милашки. Смотрите, тут в коробке лежали еще такие штуки, потому что вот это сменная вещь. И можно прикрепить вот эту сюда. Я буду носить их точно с разными образами, потому что у меня достаточно много одежды, как вы могли заметить. А еще посмотрите на их платформу. Просто если наступить в этих ботинках в глубокую лужу, то все будет нормально. Кстати, при заказе по промокоду ОРЛАВАТ вы получите подарок в носочке. Ссылку я оставлю в описании, но вы можете приобрести реально классные ботинки. Повторю, что ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Вы приходите домой, видите это, ваше действие. Если до этого не приходили, то это, короче, вы поняли. Так, Тюша пришла, положила картину, ей для рекламы нужно было и ушла. Приобрела еду. Что еще хочу сказать? Эта неделя стоит ли назвать влог-переезд для байта, не знаю. Мы будем переезжать, съезжать с этой квартиры. Нам нужно 30-го числа съехать. Да, не знаю. Пока перевозим все вещи в нашу квартиру, то есть там, где живет Ксюша. А потом посмотрим, друзья. Может, стоит его назвать подготовкой к переезду, чтобы не пиздеть. Так и сделаю. Пока покажу, что я купила. Это вот такие вот крабовые палочки, повторюсь, от Фишхаус. Самые вкусные крабовые палочки. И крам. ММД, с ней, ММН, короче, не помню, что мы там сегодня ели. Это, кстати, невкусное вообще какое-то говно. А это? Я не знала, что орехи в шоколаде могут быть невкусные. Но НМН, я не знаю, перебил все. Да, я поняла, что все возможно. Мои самые любимые оливки с сыром. То есть не я вам скиту. Калбасу. Папа может, или что? Это Н. Это Н. Семечки по скидке от Мартина самые вкусные. Цельнозерновой творог. Это с чем-то, ну, черникой. Ну, это не черника, это же голубика, нет? В общем, неважно. Я начала любить зернистую руку. И вот такие штучки. Чокобой с бананом. Очень интересно попробовать. Давайте прямо сейчас попробуем. Они должны выглядеть как зверушки. Очень на них нарисованы. Какие-то такие. Пахнет бананом. Удивительно. Ммм, очень вкусно. Мне почему-то это напоминает детство. Это похоже на растишку, но не такову, которую я делаю сейчас. Она какая-то невкусная. А вот раньше была вкусная растишка. Это просто, это что? Я не ждала, потому что это стоило рублей 30. Ура! Сегодня среда. Я проснулась в 12. Я наконец-то выспалась. Ну, конечно, минуты. Я вообще-то еще поспала. Но мы просто на пару часов должны идти скоро. Я опять не буду краситься, потому что это, ёп, мои ресницы. Пиздам. Вот такие вот ресницы. Кстати, я в том влоге говорила, я даже, наверное, не вырезала то, что я войду в субботу на ресницы. Но как-нибудь, я не пошла, потому что я тебе так на великую рекламу. В общем, позываю. Сейчас иду. Да, я надела тот же свитер, что я вчера, но потому что он мне показался очень комфортным. Смотрите, кого встретила в Амонии. Арина стояла здесь, а я зашла там. Все, поднимаемся. Я сейчас монтирую это видео и просто, почему я сняла это слабо. Мы ведем прямой репортаж из Прайма. Ева, здравствуйте. Да, да, я слушаю. Арина, я слушаю. Да, мы сейчас идем, и вообще зачем? Мы идем сейчас в Прайм, потому что Арина очень проголодалась, потому что она проснулась час назад. И теперь мы хотим, она, точнее, хочет есть. Я не хочу есть. Ну, что же делать? Ого, вот это здесь людей. Все это хотели поесть. Тут нашла цыпленка с авокадо, я его, пожалуй, возьму. Вот я еще думала взять какую-нибудь йогурку, но что-то вообще не знаю. И я взяла вот такой вот шоколадный кекс. Вот последний, как раз. Блин, семена мечия взять вот это? Да, я еще возьму вот этот нежный десерт семена мечия. В итоге я взяла вот такой вот кофе огромный с карамельным сиропом и все, что я показала до этого. Ева просто. Сейчас ем вот эту вот булку. Очень вкусно, очень сильно выраженный вкус авокадо. И курица. И все свежее. Ева сейчас будет свой доклад рассказывать. Угу. В амунице очень сильно, почему-то сама не знает, почему. Я все-таки очень сильно подписываю свой десерт. У меня есть ложки, но сейчас попробуем. А мне только ударит просто. Закончились пары, уже просто темно очень. Мне иногда кажется, что сейчас зима. Сейчас только октябрь. Вон, темно. Хотя на камере светлее. И все, мы едем домой. Кстати. Ой, господи, как я выгляжу. Я сейчас иду в метро. Иду-иду и смотрю в телефон. Конечно же, нихуя не вижу. И в метро есть такие лавочки. Я иду и просто коленкой об эту лавочку. Сейчас, мне кажется, там синяк появился. Честно, это было очень больно. На меня там какой-то чел посмотрел. Типа, ты что, ебнутая? Ну вот. Тут видно покраснение. Я думаю, правда, будет синяк. Потому что мне до сих пор больно. Хотя, ну, метро была минут 10 назад, 15. В общем, да. Роботы захватят мир. Нормальный вообще. Привет, господи. Домовой просто. Я веду прямой репортаж. Сейчас ему позвонили нашему корреспонденту. Он ведет прямой репортаж. Из, блядь, не знаю чего. Здравствуйте, я веду прямой репортаж из квартиры, в которой случилось какое-то ЧС. Потому что позади меня, во-первых, находится какая-то просто, я не знаю, разруха. Это падает просто с потолка. Я не знаю, когда здесь в последний раз сделали ремонт. Это ни в коем случае не сода. Это неизвестно что. Просто НЛО. Ну да ладно, давайте мы покажем вообще то место, где произошло. Смотрите, вы можете здесь видеть, сами понимаете, что ужасное место. Я здесь хожу в перчатках, потому что невозможно ходить с голыми руками. Что еще хочу показать? Это просто все стоит вот просто на чистом столе. И это, ну, невыносимо. Я не знаю, как здесь люди живут. Обратите внимание сюда. И, господи, не смотрите сюда, не смотрите в эту коробку, потому что вас может сточить. Ладно, я сделаю дисклеймер. Беременным и детям, не достигшим 18 лет, прошу просьбу отойти от экрана. Извиняюсь, ребят, все, мы прекратим репортаж. До свидания, я передаю корреспонденту своему следующее, давайте. В общем, да, это была Ксюша из какой-то непонятной квартиры. Временем пришел Кирилл, его черный Путин. Она уже, наверное, не черная, от его шерсти она будет белой. Ой-ой-ой. Привет, Снежочек. Привет. Не обращаем внимания на мою мокрую голову после дождика. Она, возможно, немножко гретная. Распаковываем посыпку. Ммм, вкуснятина. Ммм. Чувствую, выключи. Вот такой вот пакетик. Это у нас Кэшер Коллекшн. Кстати, на моей последней распаковке там позади из шкафа торчал свитер тоже от них. И мне просто девочка пишет. Такой комментарий. Нормально? Ладно, в этот раз мне пришел не свитер, а... Ммм. Вот такие три посылочки. Да, друзья, если что, это не реклама, я не скрываю, что они мне, ну, просто сказали, типа, давай мы тебя отправим, и все. Я просто хочу, ну, показать вам здесь тоже эти вещи. Они сказали, типа, можешь ничего не делать, но мы будем рады отметке. Просто отметки на истории. А я решила распаковать здесь. Ммм. Первый наш вот такой вот что-то маленькое. Я, если честно, не помню, это было месяц назад где-то они мне прислали эти вещи. Я только сейчас распаковываю. Ой, какой огромный пакет. А, это такое нижнее белье. Ой, какое миленькое. Вот от их начелочек. Ну что, размер в размер. На обложку нормально так. Дальше. Это тоже такой топик. Вот такой вот белый топик дальше. Очень тоже миленький. Приятный к телу, я думаю, будет. Показывать на себе не буду. Так. Дальше это я... Ну, я вроде помню, да, это костюм. Как все аккуратненько запаковано, что даже не хочется рвать. Тут такие белые шортики. Угу. Тоже достаточно милые, приятные. И... Оу. Вот такая милая тоже футболка. Какое приятное у них качество. Прям вообще. Сейчас я на себе тут тоже покажу. Эти. Этот комплектик. Приятно. Спасибо. Да, я еще забыла вам показать. Мне Ксюша и Дина прислала кепки. Вот это мне. Это в честь ее песни наоборот. Тут, кстати, есть этот значок. Блин, она такая милая. Мне так нравится именно такое. Не черное, а серо-черный цвет. Кайф. Плюс одна кепка. Вы знаете, как я люблю кепки. Теперь подносить еще нету. Добрый день. Осмотрим вашу собачку. Все лучше. Угу. Так. Помнишь, как ту черную кошку вот так? Смотрите. Все, это нормально? Ассистент, подскажите, что у него с ушами? Ну, все нормально. Все в порядке. Так, отлично. А это что у него? Это грязь. Это капля воды. Он немножечко линяет. Совсем чуть-чуть. Буквально... Буквально немножко. Ну, это no problem. Просто зовем обратное наращивание шерсти. Понравилась! Ой, а вообще, вот, смотрите, что Ксюша пришло. И она хочет очень сильно посмотреть вот эту помаду. Как она красиво переливается. К сожалению, сейчас я не могу открыть. Почему откроется? Ну, тут это... Мне не надо ее показывать. А. Ну, тут ничего не видно сейчас. Ух ты, смотрите, как прикольно. Очень красивый блеск. О, кому надо? Да. Вот она. Прям красивая. Все, я сейчас помыла волосы. Тем временем моя шишка на ноге. Она проявилась. Я вообще не умею рисовать стрелки. Сейчас еле-еле даже вот это вот вывела. Ксюша мне дала еще такой блеск. На нижней губе у меня вот этот блеск. А на верхней вот этот. Мне, кстати, он больше понравился. Видите? Такой розовенький оттенок. То есть вот так. Они нынешные. Прям красиво. Верхняя. Даже не подумала, что он оттеночный может быть такой красивый. Это Диваж, если что, повторюсь. Не, ну, я не знаю. Кстати, с ними нереально, наверное, ходить с распущенными волосами. Особенно сейчас. Потому что куча ветра. Помните тайтик? Где кран? Мутиться хочется? Да. А крана нет? Да. Ксюша, а где кран? Приехали домой. Тут кола. С Новым годом. А нет, просто шанс выиграть каждый день есть. Что, будем собирать пробки? Сдавайте. Сегодня четверг. Я до пяти утра делала обложки, редактировала видео. И знаете что? Очень хочется спать. У меня сейчас еще реклама, была Клава. Ну, сейчас я позже ее покажу. Сейчас еще ее нужно снять. А, блин, не выходить через минут сорок, кстати. Я хотела еще приезжать в постельке. Все, мне нужно идти. А вот, что на рекламе, кстати, у меня. Очень круто, что ее можно делать вот так еще. А то мне немножко страшно ходить только вот так с глазами. И телепузик. Иду. Универ. Пиздец. Я забыла наушники. Я вообще сейчас написала Еве. Блин, Ев, давай не пойдем на эту физкультуру. А она уже вышла. Хотя она сама вчера предлагала не идти. А я говорю, нет, мы пойдем. Твое мнение по поводу моей Банаклавы. Смешная. Прикольная. Очень теплая. Реально очень теплая. Кстати, на улице минус 30 градусов сейчас. Рот закрыли. Нормально, прохода нет. А она все равно поднимается вверх. Сейчас как перелезу. Сейчас как туда перелезу. Тем временем у нас открылся вкус очка. Вкусно, такие почки открылись. Господи, наконец-то. Ура. А если что, мы когда даже тут был Макдональдс, особо в него не хотели. Идем. Там была, короче, такая бутылка. Ну, вместо Еве на улице добавлю. Спасибо. И там просто, блин. Мы думаем, за что бы мы ее выпили. Хорошо, самое банальное. Вы выпиваете глоточек от этой бутылки и получаете миллион рублей. Просто миллион рублей. Все, просто продолжаем дальше. Сейчас заходим в надевалку и включаем эту песню. Это шапки. Мои покупачи. Вот такая вот мятная жвачка. Хуйня за 50 рублей. Я спросила, она мягкая. Она говорит, да, тем временем. Потом вот такая вода холодная хотя бы. И кекс вчерашний. Едим. Ты его не вытаскивала? Да, он у меня в сумке всю ночь проглядал. Кстати, помните, я вчера говорила про метро? Вот синяк. Он начинает уже прям синеть. Идем, мы занимаемся физкультурой. У нас опять добряшка, кстати. Поэтому нам нравится ходить теперь по средам. Точнее, по четвергам. Нормально я ходил? Кто это? Ладно, мы перешли в столовку после физкультуры. Сейчас у нас заказывается какой-то концерт. А потом контрольная. Нормально вообще? Нормально. Я ухожу с контрольной. Нет. Это даже не какой-то концерт. Нам сейчас ходили, задавали какие-то вопросы. Мы не их отвечали. Ну, не всем, конечно. Но нам и дали вот такую вот штуку. Не бою? Нет, в дополнение. Так, у нас сейчас контрольная. А вот это у нас вот эта вот молодежная хуйня. Как это? Молодежная штука. И они там рекламировали Рутуб. Я говорю, какие еще с этим возразовывать? И он, блядь, ТикТок говорит. И я жду от него, пока он скажет Ютуб. А он не говорит. Я думала, ты чё хунула? Нет, ведь не упала. Я сейчас пришла. У меня разрезался телефон. Я купила две сосиски в кисти. Почему тут одна? Потому что Ксюша уже одну просто взяла и съела. Я ей купила вот это сердечко. Очень приятный пакетик. И такой ческейк. Ой, очень приятно. И попсокеры или как-нибудь называется. Пришел Кирилл. Принес картины. Вау. Я думаю, Ксюша, тут еды. Чепсаки. Такое вот. Я еще взяла фунчозу. Не можно фунчозу? Ну, да. Пробуем начис. Огромные. Где ты их купила? Где и фунчозу? Ты подогрела соус. Вкусно. Как в кинотеатре. Ее страшно иногда. Ксюшка приготовила нам такой ужин. Сейчас уже часа два ночи, да? Блин, так вкусно все выглядит. Хэппи, это ты приготовил. Сейчас будем смотреть Женька и обмен с женами. Смотрите, тут есть диван. А я сижу на столе все равно. Кирилла, нету детей. Как только мне в руки попалась эта подводка. Ну, чтобы мимо Алия не старалась. Я просто делала просто что-то. Да. Это была Клава. Все перемерят, Кирилл. Доброе утро. Сегодня пятница. Она не такая ужин добрая. Я уснула, ну, часов в семь, утра в шесть. И проснулась что-то потом, попозже. Потому что мне нужно было сделать... Мне нужно было сделать картографирование рисков по пяти силам конкуренции по порту. Болят очень сильные глаза. Ой, сейчас уже прошло немного времени. Знаете, от чего я проснулась? Мне постучали в дверь. Курьер дала какую-то посылку. Я подумала, что это игра моя. А там какие-то пирожные, мороженые. Я не понимаю. Может, она ошиблась, короче, наверное, дверью. Она так быстро убежала, что я не успела ей сказать. Я развязала пакет, я посмотрела. Там вижу пирожные, мороженые. И такая я уже просто бегом выхожу из двери. А она все, уже уехала. Ну, ладно, я думаю. Оказывается, эти тортики отправила Ксюша. Уже всю неделю, вот это вот с начала съемки этого влога, я хочу посмотреть этот фильм. Детя тьмы, первая жертва. Потому что Детя тьмы, первый фильм я пересматривала раза три. Я помню, смотрела. Вообще, он был очень классным, как только тот вышел. Даже не помню, в каком году это было. Но я еще была несовершеннолетняя вот так. Вот эта часть. Ксюша говорит, что она не очень, потому что я ее смотрела. Ну, я так хочу ее посмотреть. А еще просто посмотрите, что мне отправила Ксюша. Мы с ней вчера поругались. Я не знала, что это от нее. Я думала, что это соседи случайно заказали на Азоне. Я тоже ждала посылку, поэтому забрала. Я ждала там игру, но и думала, что это она. Когда открыла пакет, она уже ушла. Такой торт. Макаруны. Потом еще такой торт какой-то вон со шмайликом. Ой, это с этим. Винни-пухом. И меринговый рулет. Блин, это как в Гарри Поттере творится. Я знаю. Вот как они выглядят. Вообще, кстати, они заморожены. Потрогай, Кирилл, он прям ледяной. Он прям заморожен. Видите, снять вот меринговый рулет, типа, нормально. Странно на вкус. Сейчас я попробую меринговый рулет, потому что все остальное я поставила в холодильник, чтобы оно разморозилось немножко. Я знаю, что это обычная практика, когда торт замораживают, а потом его размораживают. Ну да, меринговый рулет вкусный, как вкус вели, конечно, но все равно прям вкусный. Сейчас очень долго делала обложки. Сейчас еще себе буду делать обложку. И что еще хочу сказать. На самом деле, когда просыпаешься, все очень поздно. Сейчас уже 6 часов вечера, а я как будто проснулась в час назад. Заказала еду. Я заказала хлеб. Такой пловик себе. Куриный супчик с фермишелью. Кусок масла сливочного. И шпроты. Да, это я не себе. А еще очень вкусные яичные санкадо. Сейчас я буду выкидывать мусор. Тут мне прям очень тяжело. Еду, Ксюша. Вообще сегодня не хотела выходить из дома. Но, блядь, мне нужно забрать для рекламы игру. И отправить вещи девочке. Я сейчас приехала Ксюша, уже враг посылок. И так, не обращайте внимания на этот, там крабик. Вот, и я ехала здесь с женщиной. Это не девушка, женщина, которая пила пиво. И от нее просто воняло этим перегаром. И я сейчас зашла обратно вот в этот лифт. Это до сих пор воняет этим перегаром. Мне аж плохо. Кстати, она еще раношком со мной стояла и пила пиво. Да. Сейчас пришла сюда еще раз. Потому что, знаете что? У меня разрядился телефон. А посылка на зоне. А мне, кажется, указали неправильный адрес. Спасибо. У меня для вас приятная новость. Потому что по промокоду Айсберг. Нормально разогрела плов. Просила Кирилла принести ложку. Он принес. Спасибо. Лежу дома. Редактирую влог, который обязательно нужно завтра выжить. Очень сегодня болит голова. Прямо здесь. У нас нервиса с Парганом. У них сухой чек нет. Привет, друзья. Сегодня воскресенье. Я уже встала сейчас с кровати. Мне Ксюшка просила распечатать договора. Я взяла. Поменяла вот эту штуку в принтере. У меня ноготь очень сильно ударился обо все это. В общем, я себе в инстаграм выложила то, что я хочу посмотреть фильм «Дитя тьмы 2». Девочка написала. Посмотри сначала первую часть. Нет, я сразу хочу смотреть вторую. Я, конечно, не тактичный человек. Блядь. Понятное дело, что я смотрела первую часть. Я сейчас выложила влог из Турции. Мне там написали такой комментарий. Я решила посмотреть, что за хуйню он там говорит. Конечно, не я, правда, а Ксюша. Но мне написали. И мы смотрели, короче, влоги всяких тиктокеров. Блядь, это такой пиздец. Это вот такой пиздец, который, знаете, невообразимо понять этот пиздец. Короче, я не знаю. Я не знаю, зачем люди снимают влоги. В целом. Блядь, я не понимаю, зачем люди... Это ж пиздец. Мы смотрели её влог какой-то с Турции или что-то такое. У них здесь тоже влог с Турции. Где она просто ходит и говорит, типа, вот мы заехали в отель. Вот эта кровать вот такая. Вот здесь вот холодильник. Вот здесь вот, типа, душ. Блядь, я... И что? Ну просто влоги просто существуют. Кому-то нравится смотреть, кому-то не нравится. Кому-то нравится смотреть это. Кто-то это не смотрит. Я, конечно, всё понимаю, но это настолько абсурдно, что говорить, о, это влоги хуйня. Ну, люди же смотрят их, люди же пишут, что им нравится. Точно так же, как и кому-то нравятся ему стримы, его стримы. Блядь, кому-то они не нравятся. Это нормально. Ну, просто говорить своё такое мнение по поводу этого. И сам, я не знаю, там написали в комментариях к нему, что он сам снимал влоги. Я, конечно, не знаю, какие они, не буду смотреть, не буду скомментировать, но это пиздец. Никогда не обесценивайте чужой труд, друзья. Я сейчас заказала еду из самоката. Кто-то удивлён. Я, кстати, не поела эти тортики ещё вообще ни разу. Заказала такой бургер. Я его очень часто заказываю из самоката. Ну, вы могли заметить, да? Кул-кул. Два плова, один с говядиной, другой с курицей. И с курицей для меня, потому что говядину я вообще не очень. Потом ещё заказала борщ. Если честно, то вроде бы всё. А, нет, ещё два сникерса. Пробую вот этот торт, потому что он вроде бы хотя бы в холодильнике постоял и разморозился. Выглядит неплохо, кстати. Вон там какой-то... Неужели это правда? А, нет, бисквит. Какой-то такой творожный крем, но без сахара. Нет, прикольно. Мне прям понравился. Там не так много сахара. Прям вкусно. А, доброе утро всем. Сегодня воскресенье. Таутра на учебу. Ещё же заранее написать рекламу. Мы сейчас поедем кое-куда по делам, а потом я не знаю куда. Сейчас зашли в Винлаб. Крюк, ну, такого не... На самом деле он очень вкусный. Я не ожидала, что вот эта вот шоколадка может быть такой вкусной. Сейчас мы едем. Встретились с Ксюшей, которая уснула в 7? В 5. В 8 утра. И просто на 10. Да, Кирилл меня разбудил, а я уже говорил. На этом видео заканчивается. Я впервые записываю прям конец так, а не картинки-то вставляю. Ну, картинки вставляют тоже класс. Так вот, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сегодня был вот воскресенье. Очень насыщенный день. Я не снимала, потому что не хотела, чтобы вы видели то, что я делаю. Всех люблю. Ссылочки на все соцсети оставила в описании. Повторюсь, всех люблю. Всем до встречи.